21.05 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. 21.05, 53 февраля, как шутят у нас сейчас. Вы знаете, хочу поделиться культурными впечатлениями прошедшего дня. Вчера я был в театре Жиновача на спектакле «Гоголя. Игрок». И, вы знаете, смотрел я вот эту комедию гоголевскую, очень интересную. И вот думал, что как-то все время ставил, как это с Гоголем получается, в контекст современности. Во-первых, это день, когда все обсуждали смерть Березовского. А, собственно, «Игрок» — это некий плутовской роман. И с кончиной Березовского мы тоже имеем окончание какого-то, так сказать, такого очень эпического, но очень литературоцентричного, что ли, плутовского романа. Не случайно многие говорят о каких-то шекспировских страстях, о Достоевском и так далее. И, с другой стороны, я думал, что вот этот жанр плутовского романа, он совершенно неизбывный для России. И, собственно, весь Гоголь — это плутовской роман. «Мертвые души», «Нос» в каком-то смысле — плутовской роман, «Игрок», «Ревизор», «Вечера на хуторе близ диканьки» с чертом — тоже своего рода плутовской роман. И вот Гоголь, подчеркнув, узрел какую-то невероятную вот эту вот плутовскую карнавальную сущность русской жизни. И вот, вы знаете, две темы, о которых мы сегодня будем говорить с нашими гостями, они имеют к этому прямое отношение. Мы коротко, поскольку уже коллеги много поговорили, обсудим кончину Бориса Березовского. Мы пока еще даже не знаем, что это было. Была это смерть, было это убийство, было это самоубийство. Обсудим Березовского. И второй сюжет, которому мы посвятим основное время, это «Кипрская проблема», которая сейчас нашла некое промежуточное решение, является ли это решение окончательным. Вот сегодня утром было достигнуто решение. Так что поговорим мы о Березовском и о Кипре, и неким таким общим знаменателем всего этого будет, что это какие-то такие большие плутовские романы. С одной стороны, жизнь нашего, как его называли, «Крестный отец Кремля», с другой стороны, крупнейший офшор, в котором зависла большая часть российских денег. Археология «Форбс». Сегодня мой соведущий, главный редактор журнала «Форбс России» Елизавета Осетинская. Добрый вечер, Лиза. И наши гости сегодняшние – это председатель Совета директоров группы «Капитал управления активами» Сергей Михайлов. Добрый вечер, Сергей. И директор Института энергетической политики Владимир Милов. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте начнем с темы Березовского. Вы знаете, совершенно, конечно, можно было предполагать, но что меня потрясает, что вот 10 новостей из 10 во многих новостных ресурсах. Почему такой, собственно, эффект разорвавшейся бомбы? Человек практически отставной, уже историческая личность, связанная с 90-ми. Почему вот сейчас, последние 24 часа, это настолько важный информационный повод? Знаешь, видимо, вот этот орел, на самом деле, ты говорила о некой шутовской такой, ну, такой игорной подоплеке. А на самом деле здесь есть другая часть, это образ, созданный им самим, на самом деле, такой демонический образ. Возможно, превышавший, собственно, о чем мы говорили до эфира с нашими гостями, возможно, превышавший даже и сам масштаб самой личности. То есть вот эта игра, созданная им самим вокруг, ее гипертрофированное значение, оно настолько запечатлелось в сердцах наших сограждан, что если вот даже спросишь, а кого вы знаете из олигархов, а не первая фамилия, которая называлась бы теми первым, зовут Абрамовича, второй фамилией будет Березовский, хотя на самом деле это уже давно не так. Ну да, то есть речь идет о неком образе вот этом демоническом, который он сам создал и который проецировал. Безусловно, мне кажется так. Владимир, а вот вы, как считаете, соответствовало вот это вот медийное значение Березовского, его вся аура, его реальному влиянию на российскую политику, на то, что он является отцом нынешней политической. Конечно, нет, нет, никакого вот такого серьезного реального влияния он никогда не оказывал, и я не думаю, что он специально работал вот именно над этой демонической составляющей своего образа. Понимаете, я думаю, что вот тот имидж, который у него сложился, это вот результат его стилистики работы, и вот он так всегда суетливо лез везде, вот во все абсолютно, в приватизацию, в Чечню, в Совет Безопасности, в Думу, там, в президентские выборы, потом, когда его в телевидении, естественно, да, потом, когда его заставили уехать, Лес там пытался лезть в оппозицию, ну, я сам, как бы, представляю оппозицию политическую, могу сказать, что это, конечно, были смех и слезы, он какие-то идиотские заявления делал все время, поддерживал каких-то неадекватных людей здесь. Что касается приватизации, опять же, посмотрите на список наших известных олигархов, он, в общем, он отличался как раз тем, что особенно никаких серьезных активов под свой эффективный контроль он не захватил, в отличие от того же, там, Фридмана, Потанина, Ходорковского, Абрамовича и так далее. Кстати, в ходе процесса Лондонского с Абрамовичем стало ясно, что действительно, даже если он и участвовал в установлении контроля над серьезными активами, там, в управлении ими, то его, в общем, в итоге успешно оттеснили быстро, в политике особых успехов он никогда нигде не добился, хотя везде где-то вот бегал рядом и создавал такой вот образ, что... Ну, мне кажется, это тоже все-таки некая такая, ну, натяжка, почему? Ну, по сути, единство было создано при его участии. Ну, если... В общем, по сути, назначение Путина... Назначение Путина. Да, это, кстати, отличная иллюстрация, что Путин, ровно как единство, которое вот тогда сенсационно прошло в Думу, там, и больше всего голосов получило, а это было дитя многих отцов. На самом деле, над ним работали много разных сил, да, но, тем не менее, вот Березовскому удалось накрутить ситуацию таким образом, что он создал себе имидж такого крестного отца этого дела, хотя, в принципе, если вспомнить реальную ситуацию того времени, ну, и, конечно, говорить о том, что вот все творцом там прихода Путина к власти был один лишь Березовский, ну, это просто смешно. Реально за этим стояли достаточно много сил, которые в итоге стали бенефициарами всего этого дела, и, как мы видим, Березовский там в итоге, потому как быстро его выгнали, потому что он никакого влияния на последующие события не оказал, я думаю, это прямое доказательство, что его влияние в восстановлении Путина было преувеличено, хотя, конечно, имело место. Ну, как он контролировал телеканал, который, так сказать, главный телеканал в стране. Вот, вот, вот. Если именно с такой политической, операторской точки зрения говорить, никогда не надо путать пиарщика, который делает какие-то действительно там важные шаги по промоушену, там, кандидата или партии и так далее, с теми, кто действительно серьезно ресурсы вкладывает, планирует какую-то политическую кампанию, стоит за этим и так далее. Ну, если читать Пелевина, выхода романа, которого мы ждем, то пиарщик... Скажем, совершенно очевидно, что Березовский такого определяющего влияния на принятие решений в администрации президента под конец правления Ельцина и в начале правления Путина уже не имел, как раньше. Мне кажется, мы должны об этом спросить скорее, там, так сказать, Татьяну Юмашеву и Валентину Юмашеву. Хотя вхож, хотя вхож был. Потому что они живые свидетели, потому что они живые свидетели. Мы не можем об этом... Вы сейчас говорите о переоценке исторического, так сказать, контекста, прихода Путина к власти, что к этому были предпосылки. Но из этого не значит, что какое-то секундное решение не сыграло свою роль. Так это же мое оценочное мнение. Конечно, мы никогда не узнаем правду, и инсайдеры знают больше. Сергей, у вас какая-то есть точка зрения, почему именно Березовский сейчас так всколыхнул всех в последний день? Что символ эпохи? Ну и символ эпохи, и он хороший медийный персонаж. Я бы ответил на вопрос, который вот обсуждали коллеги передо мной. Он был про что и чего он сделал. Чтобы как-то это проанализировать, нужно ответить себе на совсем простой вопрос. А кого он представлял? Я задавал себе все выходные этот вопрос и не сумел ответить. Я не представляю себе таких групп, таких людей. Он был не нефтяник. Хорошо, а кого представлял Ходорковский? Он был, ну можно поразмышлять, ну давайте так скажем, он представлял молодых предпринимателей, которые появились на ниве приватизации, скажем, где-то на вот каких-то финансовых... Комсомольцев из финансового потока, давайте я спрямлю. Да, спрямите, спрямите. Центры научно-технического творчества молодежи. Да нет, комсомольцы, которые унаследовали отчасти, так сказать, наследство ЦК КПСС. Конечно, какие-то деньги, совершенно верно. Какие-то деньги, не очень понятные фонды. А дальше были производственники, дальше были... В этом смысле сила была. Конечно. Даже с цеховиками. Дальше были товарищи, вот когда я похлопываю себе по плечу, да, причем это не одна категория граждан и так далее, Березовский был... Разные группы были, да. Да, ниоткуда. Мне кажется, он не был никому не приделан ни разу. А поэтому это, с другой стороны, self-made человек? Да. Это, в смысле, символ эпохи. Это эпоха, когда могли быть люди вот такие, чисто медийные, себя назначить, не имея за своей спиной реальных ресурсов. Ну, видите, по каким-то причинам семья на него отреагировала, и он, ну, сумел... Он помог сделать книжку. Да, сумел... Помог сделать книжку. Ну, да, ну, да, это очень немного. Ейцину. Он сумел сделать себе, вот, так сказать, ходы по этому Кремлю. Но, по большому счету, он, если, если, пардон, опять, померить все какими-то мерами, да, он ничего особо-то и для семьи не сделал, если посчитать обратным счетом, что там при нем и где. Ну, да. Ну, в общем, очень интересно, действительно, как некий имидж, созданный человеком. Вот суть эпохи 90-х, опять-таки, я здесь вспоминаю Пелевина, вот эта эпоха, да, Generation P, поколение пиара, как великолепный пиар, вот так самоназначенный, как он сам себя называл, еврей при царе, мог создать вот такое вот движение. И вот, кстати, то, что закончилось движение, Лиза, у вас очень хорошее, я считаю, сегодня Форбси Кох написал такой некролог Березовскому. Достаточно лирический такой. Да, да, очень лирический, но он вспомнил, как однажды, да, ему Авен сказал Березовским, что Борис Абрамович, он как электрон, у него нет массы покоя. У него нет массы покоя, абсолютно точно. Здравствуйте, моя соведущая сегодня, главный редактор журнала Forbes, Россия, Лиза Осетинская, и в гостях у нас председатель Совета директоров группы Капитал управления активами Сергей Михайлов и директор Института энергетической политики Владимир Милов. Две темы, основная тема наша сегодняшняя, это Кипр, и тема, которую, естественно, мы не могли обойти, как и все медиаресурсы в последние 24 часа, это смерть Березовского. И вот у Сергея есть, обещал нам анекдот рассказать в тему. Да, он мне вспомнился, я, может быть, расскажу его не совсем точно и, может быть, не всегда уверенно, но это старый анекдот. Он появился задолго до сегодняшних событий, но, на мой взгляд, он отвечает на очень много вопросов, которые мы себе сейчас задавали. Извините, умер Березовский, попал туда наверх, а там рядом все и рай, и ад, ну и главное действующее лицо тоже там. Он походил в одном месте, там подружился, навел порядок, договорился со всеми, там все хорошо горит, все правильно бегают, крутят там соответствующие там педали и так далее. В раю все нормально отдыхают, все тусуются там, веселые, добрые и так далее. Ну и дальше он уменьшится, спрашивает, слушайте, смотрите, все у вас хорошо, ну, можно я со старшим переговорю? Те говорят, он сильно занятой человек, надо стоять в очереди, надо, в общем, долго ждать и так далее. Ну, он говорит, ну, я подожду, я тут, видите, пока занят серьезным делом, помогаю вам. Он продолжает помогать, везде все лучше и лучше, и слева, и справа. В конце концов, его приглашают, но говорят, ну, у вас одна минута. Он говорит, хорошо, я успею. Заходит туда, сидит в секретариат, все ждут, сколько-то времени проходит, там, ну, полчаса, час, два, три. Потом выходят они с самым первым, обнившись, о чем-то разговаривают, тот говорит, все понимаю. Ну, самый первый, все понимаю, говорит, и потоки сюда, и потоки туда, одного не понимаю, почему я вице-президент. Ну, да, похоже, то был еврей при царе, а теперь еврей при боге. Ну, что ж, вот такая вот тема, мне кажется, очень хорошая, собственно, вступление к основному нашему разговору, разговоре о Кипре. Потому что Кипр — это тоже часть той уникальной экономической системы, а может быть и не очень уникальной, вот коллеги наши расскажут, которая сложилась у нас в постсоветской России, той экономике, которая действует не по всегда понятным, не всегда прозрачным правилам, когда, так сказать, вот то же самое, понятно, деньги туда, деньги сюда, и кто-то должен быть вице-президентом. — Кипрский офшор, и вообще офшоры российской экономики. Вот то последнее решение, которое было найдено этим утром, как я понимаю. — И найдено ли оно, кстати? — Ну, насколько я понимаю, как по последним новостям я слушал, все вроде в силе, 10 миллиардов евро дается для спасения кипрской банковской системе, в обмен на что, собственно, активы в Лайке Банке, которые... — Ну, в двух банках, Лайке и Банк оф Сайперс. — Банк оф Сайперс, выше 100 тысяч евро, там они 40 или 60 процентов теряют. Это окончательное решение, или это вы видите всего лишь очередной ход в игре? — Это, на мой взгляд, не решение, это версия какого-то сценарного события, одна из. Ведь на Кипре много банков, дочерних банков, крупнейших мировых банков, крупнейших российских банков. На Кипре много офшорных компаний, которые принадлежат компаниям российским, например, реального сектора. А у них есть счета, у них есть депозиты, либо в этих двух кипрских банках, либо в каких-то других и так далее. Не очень понятно, на что будет с депозитами в других банках и со счетами в них же. — Потому что все движения заморожены. — Да, совершенно верно. Они заморожены до завтрашнего утра, и ответа на эти вопросы не существует. — А что может, кстати, произойти вот с завтрашним утром, если это запрет на движение средств не будет пролонгирован? Все заберут деньги? — Если не будет пролонгирован, то и завтра откроется день, и скажут все, давайте брать, все будут брать. — Я не думаю, что прям так, потому что там же значительная часть депозитов — это срочные депозиции, которые довольно трудно заранее отозвать, и за это следуют санкции. То есть, если вот говорить о немедленном снятии денег, в том числе через банкоматы, вот как сейчас и так далее, это же можно только с текущих счетов снимать. — И там очень маленькие лимиты по съему, там какие-то смешные, 100 евро, 100 евро. — Да, но и даже это можно снимать только с текущих счетов. Насколько я понимаю, со срочных депозитов это делать нельзя. — Я так понимаю, что депозит — это не только депозиты, в нашем смысле депозиты. — Да, но там значительная часть того, что мы называем английским словом «депозит», это именно срочные вклады, которые раньше отозвать довольно сложно. Сколько из этого чего, я тоже не могу сказать, но я согласен в том, что вот это объявление о том, что вот они один банк забирают из него все хорошее и превращают в помойку вот этот лайк и банк, это, конечно, не конец истории. То есть там явно будет что-то еще. — И как-то 10 миллиардов неравны. — Уже очевидно, что россияне понесут потери. То есть все равно мы назначены, так скажем, российские держатели активов назначены потерпевшими. — Да нет, это не очевидно. Для этого надо очень подробно разобраться, какие россияне там есть и с чем. И еще раз подчеркиваю, например, если вы возьмете и финансовый сервис, и офшоры при производственных компаниях, то с точки зрения менеджмента счетами и иными финансовыми инструментами держание денег на депозите, как на инструменте, который обеспечивает доход, не имеет смысла ни там, ни там. — Ну незачем финансовой группе, я такую группу представляю, держать деньги на депозите в Кипрском банке. — Это недоходно. — Это недоходно, это вообще никак. Поэтому там денег таких и нет. — Значит, какие деньги на Кипр? Я слышал версию, что много серых денег. Грубо говоря, какой-нибудь там сенатор от какой-нибудь области, получивший, вот у Дмитрия Бутрина была вот такая вот статья сегодня, предположение. Там какой-то перевод от ЖКХ соседней области на счета какого-то сенатора другой области. — Но есть еще расчетные счета. — Возможно. — Счета компаний. — А расчетные, кстати, точно так же пострадают? То есть просто компания осуществляет обычную бизнес-транзакцию, у нее зависли деньги? — Об этом нет разговора, об этом никто ничего еще не сказал. — Но они заморожены. — По идее, если будет разморозка, то можно будет все эти деньги снять, но вот ровно из-за этого они и не хотят делать разморозку. — Потому что завтра ни копейки денег больше там не будет. И страна просто потеряет все то, с чего она брала свой маленький трехпроцентный налог. Или там, я не знаю, сколько процентов. — А ведь это, слушайте, две разных категории вкладчиков. С одной стороны, люди, державшие там депозиты и, соответственно, сознательно шедшие на риск. А другое дело — это компании, которые проводят свои расчеты. Это же они не предполагают, что ты, проводя расчет, идешь на риск. — Я бы добавил еще как минимум две категории. Это есть компании или банки, которые имеют там инфраструктуру для финансового сервиса. Я бы добавил так называемых квалифицированных инвесторов, к которым относится вот этот самый хитромудрый сенатор, которому туда сливают все это дело. — Он куда-то забирает. — Куда-то забирает, совершенно верно. Это правда категория имеет место быть. Она и в России есть, и на зарубежах, на цивилизованных или менее цивилизованных и так далее. Я думаю, что мы еще найдем пару-тройку категорий, других совсем. Но я подчеркну следующее и соглашусь отчасти вот с тезисом, который коллега высказал. А очень много денег там, я не могу сказать сколько, это просто текущие расчеты. Люди за что-то их получили и должны куда-то отправить. Сейчас, поскольку они задержаны, граждане, которые их не отправляют, а те, которые там должны получить, не получают, извините за русский язык, попали. И они будут в этом попадосе пребывать еще долгое время, покуда товарищи на Кипре не разберутся со своей судьбой. А решение-то у них простое. Они офшор или не офшор? Потому что они жили за счет того, что они офшор, и зарабатывали себе и налоги, и занятость ровно этим самым способом. Поэтому любое решение, по любым процентам, по любым банкам, какое бы они ни приняли, приведет к тому, что они перестают быть офшором. Быстрее, медленнее, с такой динамикой выноса денег, с меньшей динамикой. Но это факт. Это конец офшора. И более того, это отпиливание сука, на котором они сидят. Ну, как сказать. В принципе, я как раз хочу сказать, что, во-первых, с точки зрения политики европейской, Евросоюза, они довольно планомерно расширяют эту зону деофшоризации. То есть они решают последовательно вопросы со Швейцарией. Кипр был для нас более легким. Ну, есть еще Нидерланды. Да, Кипр был более легким и более удобным инструментом для такого массового использования. Причем я убежден, опять же, трудно это проверить, но это вот такое мое оценочное суждение. Я убежден, что большинство зависших денег, это деньги как раз не крупных структур, имеющих политическую крышу в России, а деньги такого более среднего и мелкого пошиба. ВТБ-сай просто. Часть из них коррупционные, но, опять же, не связанные с большими структурами. А это вот действительно уровень там вице-губернатора какого-нибудь региона или там сенатора и так далее. Часть это честные деньги нормальных российских предприятий, но не крупного такого характера. Потому что, в принципе, разговоры о том, что на Кипре грохнется все, ну, они шли вот там, я не знаю, два месяца назад, например, у нас был с одним из бизнесменов российских такой разговор о том, что надо готовиться. И уже очень многие деньги вывели оттуда. Потому что знают, что непростые переговоры с Еврокомиссией, там, европейскими структурами, с МВФ. Будет вот этот вопрос о спасении банковской системы, лучше вот от этого застраховаться. Те, кто не подготовился к этому, моя оценка, это вот люди такого действительно среднего уровня бизнеса, которые больше озабочены здесь своими проблемами в России. У них просто не было возможности физически за вот этими рисками следить. Этих денег много в абсолютном выражении, но я считаю, вот склонен предполагать, что, скорее всего, в массе основной это деньги таких не особенно крупных клиентов. Хотя есть и исключения. Хорошо, вот эти вот, Владимир, вот эти, говорите, средние компании, чистые деньги. Что они делали на кем-то? Они не все чистые, они не все чистые, они частично. Я сказал, что... Коллеги, ну подождите, я иронизировал, конечно, там вообще вот есть дочка ВТБ, есть дочка еще пары банков из 30-ки. С ВТБ совершенно особая история, потому что у ВТБ все ходы записаны. ВТБ имеет гарантию полную, я думаю, что российское правительство всегда ему все компенсирует, все убытки спишет. Я не исключаю, кстати говоря, что как раз специально на это и расчет, чтобы там что-то с балансом списать у себя, а вот мы там потеряли на Кипре, да. Это отдельный совершенно разговор. Может быть, как говорится, там, это если вы заранее не договоритесь с владельцем страховой компании, да. Это вообще как часто у нас бывает кризис. Смотрите, Сергей, вот на ваш вопрос, да, вот коррупционные и некоррупционные. Я как раз считаю, что там часть денег, это вот какие-то такие серые доходы от вот этих откатов и квази-легальных схем, да, в значительной степени. Какой-то средний уровень чиновничества с ними связан. У нас в России там почти 2 миллиона гражданских чиновников, там есть кому разгуляться, да. Вовсе не все из них это вот люди близкие к Путину, а часть из них просто там подкармливается где-то на дне. А второе, это действительно там есть, я думаю, много зависших честных денег. Зачем это надо, вы спрашиваете? Ну, уже так сложилось, что там 20 с лишним лет Кипр это такая зона ресайклинга прибыли, когда люди... У нас в России никогда нам не удалось создать нормальных гарантий прав собственности. Вот люди создавали себе эту юридическую прокладку, пытаясь в России там зафиксировать там прибыль, обезопасить ее от посягательства со стороны всех наших замечательных органов, которые мы все хорошо знаем. И, собственно, вот Кипр стал одной из главных таких гаваней, пристанищ российской собственности, которая себя пыталась защитить английским правом и так далее. И крупнейшим инвестором в результате. Ну да. Ну это просто те же, что там, да, реинвестиция. Второй, третий, да, он по прямым инвестициям в Россию. То есть это показатель неэффективности российской юрисдикции, российского права? Да, это прямое... Наличие Кипра вот в нынешнем виде, это прямое доказательство того, что нам так гарантии прав собственности не удалось за все годы реформ обеспечить. И вот мы ищем себе гавани, где они там прикроются какими-то законодательными гарантиями. Сергей, а зачем вам Кипр, вот как бизнесмен, например? А вот смотрите, любая группа, любой гражданин, либо мелкий инвестор, либо квалифицированный, то есть крупный, если он думает о чем-то, о каких-то операциях за рубежом, он, поверьте мне, ищет какого-то консультанта себе. Больше того, консультант его ищет. А это человек, который имеет какой-нибудь статус высокого уровня клиентского менеджера, да где хотите, в Deutsche Bank, в Credit Suisse, где угодно. Эти товарищи бродят по нашей стране, нас находят и нам предоставляют эту модель, которая в том числе включает в себе наличие Кипра в каких-то проводках и в каких-то бизнес-операциях. Это модель для России или универсальная модель бизнеса? Это международная модель, она для всех работает. То есть они своему и немецкому клиенту такое же предложение сделают с кипрской схемой? Только у немецкого клиента есть побольше опыта и побольше разбору в тех консультантах, которым еще может сходить, а у русского, особенно 10-15 лет назад, нет. Просто выбора особого не было. И я бы не демонизировал сам по себе Кипр и каких-то плохих русских парней, которые где-то навырвали бабок и поперлись на Кипр, потому что вот ровно там все плохое и происходит. Посмотрите в эти славные и замечательные имена, о которых я говорил, они все вам порекомендуют вот это или похожее на это. Это раз. Два, я хочу сказать, что налоговая оптимизация это вполне себе законом предусмотренный сервис в финансовых системах всех стран мира. Вы можете обратиться в любую страну, в любой нормальный банк или в любую юридическую фирму, и вы получите там эту услугу. Это совсем не означает, что на Кипре вот специальный какой-то воровской беспредел существует или еще какие-нибудь навороты. Кипр в этой ситуации попал в историю ровно потому, что, я так думаю, кипрские банки или те банки, которые имели филиалы на Кипре, неправильно разместили деньги. В смысле отправили эти деньги. Банк это кто? Это магазин, который продает и покупает деньги. То есть они просто плохо работали как банкиры. Именно. Они их просто не туда отправили. Не туда, выдавали в кредит. Да, возможно отправили их в Грецию, в Грецию. Не, но они были обязаны купить очень много плохого греческого долга, их же обязало правительство. Именно, именно. Только я говорю, возможно отправили в Грецию, возможно отправили в Испанию, возможно отправили еще в какую-то европейскую страну. Но, извините, я хочу сказать следующую историю. Вот буквально, как только мы получили сигнал, в том числе в прессе, про Кипр, мы получили три предложения из нашей российской прибалки. Что там готова инфраструктура, которая имеет все, что положено и все, что у вас было на Кипре. И русский язык, и аудиторов, и директоров, и офисы, и все хорошо. А почему изначально было выбран Кипр, расскажем, не Латвия? Ну, когда мы выбирали Кипр, Латвии не было, еще не было, да? Латвии еще, да, было все правильно. Конечно. А сейчас Латвия может предложить схожие условия. Она и предлагает это. Схожие условия. И лучшие даже кое-где. И даже лучшие. Она где-то лет пять назад начала вот так возрождаться. После восьмого года все эти страны поняли, что путь их не развитие сельского хозяйства или индустрии, а все-таки более... Финансовый центр. То есть, по сути, международный финансовый центр, о котором так беспокоится у нас... Приближается к границам, да. Он приближается к границам, да. Я бы, опять же, не ругал так сильно Кипр, потому что это мирные люди. У них там Эфродита откуда-то выходила и так далее. Они не про финансы вообще. Они туда попали силами англичан, которые так или иначе их воспитали вот в этом виде, в каком они сейчас есть, и продолжают им там слегка покровительствовать. Может, это в этом и была-то изначальная наша ошибка, что, с одной стороны, вроде такая мирная полуанглийская юрисдикция с английским правом, а с другой стороны, управляют всем этим расслабленные наши греческие братья Паверии, которые полдня проводят за чашечкой кофе на плетеном столе. Ну, там такая работа, она так устроена. С ними удобно решать вопросы. С греко-киприотами абсолютно близкая к нам культура ведения бизнеса. Послушайте, ну, послушайте, пожалуйста, я вот перечитывала к этому, как раз в связи со всеми событиями крестного отца Кремля, Павла Хлебникова, там есть прекрасное описание офшорной компании в Швейцарии, где Андавы, куда Аэрофлот свои деньги заводил. Там был человек, который работал два часа в день, у него был абсолютно пустой офис, у него была одна секретарша, стул, стол, две комнаты и больше ничего. Поэтому в Швейцарии тоже есть расслабленные люди. Это просто специфик офшорной истории. Ну, Кипра, да, вы знаете, я помню, я даже билеты авиапокупал, я с нашими представителями авиакомпании, я звонил, ну, вы знаете, и мы ему позвоним, типа он с пресс-пляжа приедет там через два часа в Шлёпанцах. Ну, то есть на Кипре в принципе это... Ну, не преувеличивайте, да нет, ну, этот фактор. Что касается Латвии и прочих, конечно, будет какое-то движение в эту сторону, а в Прибалтику, на самом деле, очень сильно смещались все эти вещи в последние годы. Но, мне кажется, еще и другое направление есть. Очень много наших денег уходило там в последние годы в Дубай, в Сингапур, Гонконг. Так что, скорее всего, вряд ли. Просто с Кипром у нас сложилось за 20 лет вот такая вот дружба. Хорошо, такой вопрос. Почему была такая практически истерическая реакция правительства и администрации президента? Я тоже хотела то же самое сказать. Наших? Да. Да. Почему Медведев выступает, говорит, что это государственные... Кажется, чрезмерная реакция. Да. Государственные деньги зависли на Кипре. Это что такое? Ну, это смесь того, что с одной стороны хотят изобразить жертву и выторговать побольше, а с другой есть какой-то план насчет того, что возможно попытаться действительно Кипр выкупить. Я, кстати, вот только что, буквально неделю назад в Брюсселе был, и, честно говоря, там со многими достаточно высокопоставленными людьми встречался, и, честно говоря, такой страх некоторый в воздухе витал геополитический, что... Россия купит Кипр, как Исландия? А, возьмут сейчас, возьмут сейчас, купят Кипр, и потеряли мы его и в Еврозоне, и в Евросоюз. Будет первый прецедент выхода из ЕС и вступления в Евразийский Союз, а почему нет, да? То есть разговор шел на таких полусерьезных тонах. Но здесь, просто я думаю, еще один момент, и тут, честно говоря, вот нехарактерно там выступлю на стороне Путина с Медведевым, да, конечно, эта идея европейской реквизиции депозитов, да, и введения вот такого налога, это такое фундаментальное покушение на права собственности. Понятно, что они сделали такое предложение просто потому, что знали, что там большинство вкладов русские, и мы, европейцы, ничего не потеряем, значит, можно у них взять и реквизировать. Но ничего хорошего в этом нет. И когда они там раскрывают рот, что вот вы там ЮКО санционализировали, плохо сделали, да, и так далее, а сами предлагают такие меры, я согласен с Путиным, ровно ничего хорошего в этом деле нет. Ну, я, кстати, хочу сказать, что европейское общественное мнение это совершенно не поддерживает. Я на прошлой неделе встречалась, у нас есть такая ассоциация европейской бизнес-прессы, туда входят редакторы и издатели крупнейших бизнес-изданий Европы. Ни один человек в, так сказать, беседах не поддержал это решение. Все абсолютно оценивают его как слабоадекватное. Как выразился Сергей Гуриев, банковская система отброшена на 200 лет назад. И, естественно, мысли о том, что следующим шагом может быть такая же реквизиция в Испании или где-то еще, она, естественно, всем экономическим редакторам приходит в голову, все это называют глупостью. Потому что нам такую обнажили подсказку, да, а что, в принципе, может для Еврокомиссии, как она видит себе инструменты решения подобных кризисов. Поэтому, Лиз, вот вы говорите про Испанию, конечно, все экстраполируют это дело. Если у них ход мысли в этом направлении, ну, ничего хорошего. Понимаете, мы имеем дело здесь, в данном случае, с бюрократией. Это в некотором смысле не очень ответственная, в принципе, субстанция такая, да? Особенно, когда он никем не выбирается, никем толком не контролируется. Да, это брат. Слушайте, а вот такой вопрос, а вообще грабеж ли это? Вот в ведомостях писал Мартин Вулф, да, не надо путать банки с банковскими хранилищами. Это банки. Кладя деньги в банк, ты понимаешь, что это определенный риск. Это инвестиция. Я читал Мартин Вулф, он, насколько я понимаю, писал в Financial Times, а не в ведомости. Ну да, они перепечатали, да. Я читал статью, я не нашел там фундаментального вопроса в устах товарища Мартина Вулфа о том, вот что делать с правами собственности. Я увидел там рассуждение о том, что, знаете, вот эти банки вели себя так, а если мы поступим так, то мы стимулируем их к такому-то или такому-то поведению, да. Это вот, честно говоря, Мартин Вулф рассуждает здесь как такой классический евробюрократ, да. А вот этого ответственного понимания того, что право собственности, право собственности вы не можете просто реквизировать деньги, потому что вы так решили, да. Это нельзя просто делать. Не, но банк может разориться, другое дело. Это рыночная сила. Это другое дело. Если банк разорился, это риск вкладчика и так далее. А если правительство или там какие-то другие надправительственные европейские власти вводят, там типа давайте мы просто отберем у вас там 10% ваших денег. Вы просто решили, взяли, отобрали. Так что, смотрите, получается, что это фактически историческое решение было, которое сопоставимо с нашим отъемом ЮКОСа. Ну, оно готовится. Счастье не прошло. Нет, оно не прошло. Пока. А вот последнее предложение? Я так понимаю, оно ближе к банкротству двух конкретных банков, по сути. Это, извините, тоже процедура, которая не должна приниматься парламентом или еще кем-то. Она должна приниматься уполномоченным финансовым институтом по банкротству. Совершенно верно. Больше того, если есть все признаки, вперед банкротьте. Но не всех. И не все счета. Продолжим нашу дискуссию. В частности, о том, насколько историческим является решение о кипрских банках, о ликвидации кипрского офшора после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня о Кипре. Конец кипрского офшора. В гостях у нас сегодня, а сегодня моя соведущая, это Лиза Осетинская, главный редактор Forbes России. В гостях у нас председатель совета директоров группы капитал управления активами Сергей Михайлов и директор Института энергетической политики Владимир Милов. Итак, конец кипрского офшора. И вообще, давайте поговорим в целом об офшорах мировой экономики, о том, насколько офшоры нужны России. И хотим пригласить вас тоже, наши слушатели, дорогие, к этому разговору. Телефон студии 6510996. Звоните нам и скажите, как вы считаете, нужны ли вообще наши экономики офшоры? Нужны ли вам лично офшоры? Пользовались ли вы офшором в качестве расчетного средства, в качестве инвестиционной? В какой-то цели. Может быть, у вас недвижимость есть на Кипре. Как на вас лично, как ударил ли по вам лично кипрский кризис? И нужны ли, как вы считаете, офшоры? Мне кажется, вопрос о том, нужны офшоры России или нет, так же странно звучит, как нужны офшоры Америки или не нужны. Это вопрос бизнесмена. Поставлен все-таки курс на деофшоризацию. Американское правительство тоже заинтересовано в том, чтобы максимизировать налоги и брать со всего бизнеса налоги. А бизнес пытается, так сказать, минимизировать налоги. Это такая нормальная история. Сергей, это вопрос такой философский. Вот я, честно говоря, по-человечески, я не хотел бы с утра до вечера ходить по улицам с пистолетом, например. Но поскольку у нас преступность высокая, мне приходят такие мысли в голову. И я лично, например, поддерживаю легализацию краткоствольного оружия в России. Поэтому вопрос, нужны или не нужны офшоры, это вопрос того, спрос на них есть. Спрос огромный, потому что, еще раз говорю, есть фундаментальная причина. У нас плохо защищены, вообще не защищены права собственности. Поэтому спрос на то, чтобы были такие вот ресайклинговые территории, через которые мы потом будем ввозить прибыль, будь это Прибалтика, Люксембург, Кипр или что, BVI. Я теоретически не согласна, что в этом первопричина. Первопричина. Если завод стоит в Российской Федерации, никакой офшор не поможет. Вот мы про ЮКУ знаем, там был тоже Минатеп Групп Такая, Минатеп Групп Секая, зарегистрировано, Гибралтар, Люксембург, Кипр, все что хочешь. Это не поможет, если предприятие в России, если источник денег, доходов в России, придут все равно, так сказать, люди и отнимут, когда будет надо. Приходят не ко всем, а приходят только к ограниченному кругу. И мы знаем по ЮКУ, что ни в какой суд, ни в какой международной юрисдикции ничего не поможет. Это история про другое. Если бизнесу выгодно, так сказать, снижать налоги, я имею в виду увеличивать свой финансовый поток, проводить IPO, например, на люксембургскую структуру, он будет проводить IPO, размещать акции люксембургской структуры, то, что происходит в Лондоне. Это вопрос, так сказать, более сложный и комплексный. Я понимаю, что у нас есть проблема, о которой мы говорим, да, что у нас есть проблема прав собственности, но офшоры тут как бы немножко сбоку, мне кажется. Хорошо, а российские офшоры, о которых заговорили наши власти, это вообще утопия, внутрироссийские офшоры? Вот Медведев тут же говорит. У нас в Калмыкии была. Была. В Калмыкии Ингушетия. Ингушетия была. Вы помните славные времена? Помним, помним. Когда в одной комнате был зарегистрирован банк МДМ, там, например, там, улица Ленина, в листе дом, там, офис 249, там, 500 компаний. Это можно сделать, только не очень понятно зачем. Зачем, да. Что Медведев сейчас говорит, на Сахалине сделаем. Россия это такая страна, которая может себя содержать без офшоров, у нас всего другого достаточно. Это трудно Кипру, наверное, возможно, трудно Прибалтике. Да, Гибралтару, возможно, да. Поэтому этот сервис, это есть способ обеспечить себе жизнь, налоги и так далее. Но природа офшора какая? Остров говорит, я буду брать налог 3%, но вы за это заведите мне немножко денежек, финансовых потоков. Другое дело, что они потратили не на 3%, а на 5%. А я говорю, теперь нам, давайте мы теперь с вас возьмем 5%, а мы говорим, не хотим. Я согласен, что с налогами связаны значительные компоненты в принятии решений об использовании офшоров, но вовсе дело не только в налогах. И если бы дело было только в налогах, то как раз большинство, крупнейшие вот эти вот реинвесторы российской прибыли, а в Россию обратно, были те же самые там британские Виргинские острова. Потому что на самом деле чаще используют все-таки страны, которые ближе к Европе, и где на самом деле та же налоговая нагрузка выше, чем на британских Виргинских островах. Там же другие деньги, там свои деньги, там те деньги, которые выводят для себя. Да, вовсе не обязательно. Или для инвестиций за границей. Вовсе не обязательно те деньги, которые выводят. Как раз вот те офшоры, которые мы видим и являются наибольшими инвесторами в Россию, те же самые Нидерланды, Кипр, Люксембург, они во многом, это ровно та же самая схема, когда выводят прибыли для того, чтобы их обезопасить. Ну, не превращаются ли все офшоры в не своего рода финансовые пирамиды? Что как бы судьба Кипра, она показывает то, что это может произойти с любым офшором. Это рискованное дело, надо следить за ситуацией. Вот Исландия была, я так понимаю, по кипрскому истории ничему особо не научил. Сергей. Я думаю, что вопрос в том, чтобы государство, которое стимулирует компании уходить в офшорные зоны, должно предложить некие условия, некую бизнес-модель для этих компаний, чтобы они этого не делали. Как то? Ну, насколько я знаю, все наши крупнейшие нефтяные компании платят налоги. Все. Причем немаленькие. Ну, потому что иначе все знают, что будет. А, ну, тем не менее, есть же условия. Все-все довольны компанией, довольны жизнью и так далее. Металлурги в порядке пребывают. Я бы сказал, что конкретно вынужден уйти туда только тот бизнес, который связан либо с ритейлом, либо с мелкими торговыми операциями. Это очень немного с точки налогообложения российского. Это очень небольшие деньги туда таким образом выведены. Больше того, если взять, например, вот все то, что мы в карманах носим, все телефоны там и прочую историю, это вот про это. Это даже не про жратву, которая, извините, производится уже давно вся в России, а заводится сюда сырье и материалы. Это вот про так называемую серую белую технику, которую вот наушники, например, там телевизоры и так далее, которые там производятся. Это очень немного, на мой взгляд. Так что в этом смысле удар по российской экономике практически незначительный. Я не вижу, что это суперудар какой-то. Значит, еще в каком смысле есть в этом, так сказать... Нет, ну подождите, маржа там же некоторая остается. Остается. Вот речь-то об этом на самом деле, что нефтяные компании в порядке, но какая-то маржа остается там. Ну она не небесная там совсем. Не небесная, я согласна с вами. Конечно. А если людям объяснить, что это делать не нужно, ну почему мы торгуем, мы покупаем с вами, ну я не знаю, какой-нибудь айфон, например, который там на три месяца, чем в Америке, раньше продается, мы покупаем его серым, да. Кто-то же его нам сюда привез, как-то его растаможил там и так далее, да. Оказывается, что все еще торговля в серую выгоднее, чем торговля в белую. Ну сделайте это равными, ну с точки зрения дохода, и не надо будет этим заниматься. Ну то есть большие деньги, по большому счету, все-таки назвать вещи своими именами. А вшорные деньги, это деньги, потерянные для государства, для бюджета. Это некие такие дыры в глобальных финансовых транзакциях. Ну естественно, капиталу выгоднее, но есть же с одной стороны интересы капитала, с другой стороны интересы общества, интересы государства. Извините, есть условия пребывания бизнеса в бизнесе. Если у бизнеса нет возможности зарабатывать себе хоть какой-нибудь доход, то он будет пробовать найти какую-нибудь дырочку, чтобы его все-таки зарабатывать. Вот офшор это один из способов. Мне кажется, вы финансовый сектор не упомянули. Все-таки финансовый сектор. Да, я его не успел упомянуть. Я хотел сказать об этом, о том, что точнее финансовый сектор, безусловно, пользуется в значительной степени больше офшорными зонами. Но это ровно потому, что у клиентов возникают какие-то, извините, интересы. Ну, например, вот я расскажу там пример про себя. У меня есть недвижимость во Франции. Я ее купил, привлекая парижских консультантов, юристов, которые стоят немаленьких денег, которые нарисовали мне наличие юридического лица, специального французской юридикции, которое должно владеть домом. Вот я таким образом купил у них юрлицо, купил их сервис и обслуживание на много лет вперед до, я не знаю, до какого времени. Вам не быть депутатом. Мне не быть депутатом. Я заплатил налоги, меня поил шампанским нотариус, который регистрировал сделку. Он сказал, приезжайте к нам жить, работать у нас не надо, а жить живите. Вы, Гордик, нам подходите. Смотрите, я согласен с тем, что потери прямые от этого кипрского кризиса там будут какие-то некатастрофические. Несколько миллиардов евро. Вот, наверное, мы говорим о такой сумме, которая... Потери чьи? Российских граждан и компаний? Да. Различных российских структур. Часть из них государственных, часть коррумпированных, ну и бог бы с ними. Ну, часть нормальных, честных бизнесменов, граждан и так далее. А вот, что касается там, скажем, того, кто предъявляет спрос на офширы, я тут не совсем соглашусь. Все-таки, посмотрите, сфера торговли и услуг, ну, это половина ВВП. Это половина ВВП. Это больше, чем промышленность. Хотя, вроде, мы все у нас вокруг этих железок, да. Но в реальности, вы посмотрите на структуру экономики, вот эта вся сервисная сфера, она не маленькая у нас. Мы номинально, мы уже в постиндустриальном мире живем, это раз. И два, я опять же... И вот им всем нужен офшор для... Вот еще раз, это огромная философская дискуссия. Пригласите сюда вот конкретных бенефициаров из разных сфер, возьмите, сделайте опрос. Это, кстати, очень интересная вещь, да. Вот сделать, например, опрос бизнесменов анонимный. А вот нафига им козе баян, да. Вот зачем им нужен, нужна вот эта вся красота. Еще раз, я утверждаю, даю прогноз. Сейчас, секунду, Владимир, продолжите вот этот вопрос. Вас просто еще раз хочу нашим слушателям задать, потому что наверняка у нас есть многие бизнесмены сейчас, которые нас сейчас служат. Зачем нужен офшор? Зачем вам нужен кипрский, положим, был офшор? Зачем вообще в экономике нужен офшор, если у нас взят курс на деофшоризацию? 65, 10, 99 и 6. Так вот, я рискну утверждать, это вот такой мой прогноз, Лиз, я согласен с тем, что минимизация налога это очень серьезный фактор. Но я считаю, что чемпионом будет именно защита своей прибыли от всяких там, частичной защиты своих активов. Может быть от корпоративных войн, я так скажу, то есть точно не от государства. А защита в собственности часто государство играет там, ну даже может быть и роль статиста, даже если участвует, оно просто используется в разных корпоративных конфликтах. Не согласен с тем, что нефтяники платят все налоги. Да, они платят большие налоги, но, например, у нас самая высокая доля в трейдинге каких-то непонятных структур, которые отъедают кусочки прибыли у нефтяных компаний. Я имею в виду всех и не только Унвар, а и частные компании, у них есть свои трейдеры, которые тоже как бы на очень щедрых условиях работают. Ну хотите, можем их там перечислить. А кроме этого, там в значительной степени те компании, которые там номинально принадлежат частным владельцам, у них у очень многих владельцы от Тимченко до Олега Первого и до вот товарищей из АИАР, которые только что продали половину ТНК БП Сечину. Вот они же тоже владели из британских своих, виргинских этих островов, да. И здесь, и причем, когда у них был конфликт с БП корпоративный, они как раз, вот наши эти российские друзья, они настаивали, чтобы больше дивидендов выплачивать наружу, туда выйти офшоры, а британцы говорили, что надо больше инвестировать здесь, в Россию, в месторождение. Вот такая у них была там история. История, да. Так что я не согласен, что они вот платят прямо здесь все, они выводят довольно много. Выводят. Ну это как раз да, к нашему вопросу, для чего нужны офшоры 65, 10, 99 и 6. Владимир на линии. Добрый вечер. Добрый вечер. — Хотелось бы высказать свою точку зрения, знаете, как представителя достаточно малого бизнеса такого, да, ну как малого, то есть мы говорим, скажем, 50-100 миллионов евро в год, да, компания. — Нормально. Малый, малый. Это малый, хорошо. — Нет, нет, ну по сравнению, скажем, с нефтянкой, да. — По сравнению с ТНК, АБП, пожалуй, да. — Да, да. Так вот, собственно говоря, к вопросу о том, для чего нужны офшоры, да, ну помимо совершенно очевидных вещей, от которых народ, слава богу, потихоньку отходит, да, как-то там занижение таможенных поршен и так далее, есть еще такая вещь, как экономия на операционных издержках, да. Если мы посмотрим ставки нашей таможенной на таможенное оформление, которое идет по количеству контрактов, по количеству поставщиков, да, то мы понимаем, что люди, которые работают в широкой номенклатуре и возят там не что-то одной фурой, например, да, а собирают много-много-много поставщиков со всей Европы, они достаточно сильно экономят на том, что они оформляют это по одному контракту от офшора, нежели чем, скажем, по там миллиону прямых контрактов. Вторым достаточно важным моментом является привлечение более дешевых западных денег, да, если мы просто сами в свое время это проходили, да, начиная с Гибралтара, постепенно ушли в юридическую швейцарскую, почему? Потому что она, скажем так, банками гораздо более адекватно воспринимается, нежели чем Гибралтар, который такая, ну, знаете, черная, да. Понятно. Ну, ясно, да, причины ясны. Спасибо, Владимир. 65, 10, 99, 6. Для чего нужны офшоры? Юрий, слушаем вас. Ага. Здравствуйте. Я не экономист, но со стороны я попробую предположить, если я разрешаю кому-то минимизировать налоги дяде Васе, то я к нему всегда смогу подойти и попросить у него на мороженое, на нашистов, на охрану, на путинги, ну, на всякую мелочевку, типа чеченских вот ребят, которые его охраняют. Вот я думаю, так, спасибо. Спасибо. Ну да, то есть офшор это такая очень удобная приманка, которую государство, позволяя, может кинуть бизнесу, да, и таким образом... На самом деле есть примеры и не у нас, вот знаменитый Марк Рич, который там, за которым там охотились, или там Кеннет Дарт, который вообще на яхте жил, да, его вообще классический пример, у него все, офшор. Да, буквально. То есть классический офшор. Строго говоря, у нас могут подойти и к тому, кто абсолютно честно платит все, и, кстати, подходит, и нарисовать могут все, что угодно, вот так. Ну да, нам такая сложная схема отъема денег, как Кипр, не нужна. 65, 10, 99 и 6. Для чего нужны офшоры? Пользовались ли вы офшорами в своей бизнес-практике? 65, 10, 99 и 6. Нет, ну еще, видимо, есть такая вещь, как вот интерес клиента. Клиент приходит там в финансовую организацию, говорит, я хочу, не хочу я платить там 30 процентов. Ну, просто, слушайте, ну, например, извините, приведу такой пример, который нельзя исполнить без офшоров. Есть такое понятие, как траст в российском законодательстве, оно вообще отсутствует навсегда. Поэтому, если вы вдруг хотите что-нибудь такое передать в траст, точнее, в управление в широком смысле каким-то людям, близким, неблизким и так далее, вы не можете это сделать никак иначе, кроме как где-нибудь там. Кстати, здесь, секундочку, здесь грандиозное противоречие между идеей отказать депутатам в иностранных счетах. Потому что, если они уже владеют бизнесом, они обязаны передать его в траст. Но для этого они должны открыть западный счет. Они должны иметь этот траст, где бы то ни было. Я хочу сказать, что для того, чтобы принять, ну, что-то такое в российском законодательстве, не нужно много усилий. Можно это сделать, и все бы было у нас, и не было бы этой проблемы. А вы думаете, вот это слово «траст», которое переводится как «доверие», оно в России будет работать по российскому законодательству? Это вопрос, грубо говоря, сервиса, который ты хочешь там получить. И в широком смысле траст, видимо, это вообще все. Вот все, что у меня есть, все теперь твое, и у тебя есть попечитель и так далее, и так далее. Ну, например, доверительное управление на российском языке – это управление деньгами или ценными бумагами, или чем-то похожим. Ну, добавьте туда движимое и недвижимое имущество, добавьте туда еще, там, не знаю, там, коллекции и так далее, и это будет почти все. Вы думаете, там, Олег Перов передаст в «траст» по российскому законодательству что-то? А почему нет? И, кстати, чиновники-то, которые… вот есть очень много примеров, когда они реально по российскому передают в то самое доверительное управление, а недвижимостью там владеют всякие эти юрлица специально созданные под какие-то домики там и так далее. А, собственно, что касается депутатов, ну, это же специально, это придумано не для того, чтобы ограничить зарубежные счета и собственность. Я понимаю, я понимаю, просто указала на противоречие. Это крючок-папочка ФСБшная такая, что вот мы теперь про тебя все знаем, и если ты проголосуешь не так, вот сейчас мы все это опубликуем. Ну да, но то, что у нас… В блоге, то, что наш звонящий сказал. Это Малкин или кто-то там… Да это 65, 10, 99 и 6. Извините, не только ФСБшная папочка, извините, это еще и ЦРУшная, и ФБРная, и МИ-6ная папочка и так далее. Ну вот он начинается, да, Плутовской, или он же детективный роман. 65, 10, 99 и 6. Для чего нужны офшоры? Яна. Да. Здравствуйте. Очень приятно вас слышать, так глубоко интеллектуально и реально глубоко после многих поверхностных рассуждений о Кипре, об офшорах. Но, может быть, я бы хотела затронуть аспект геополитический, предварительно пошутив, что любой офшор – это все-таки оптимизация прибыли, да? Ну, как ни крути. Хочешь, пошутив, это и правда. Вы знаете, вот геополитика у меня, вот в частности с Кипром, да? Локус – место, вот гений – место. Что такое Кипр? Почему Кипр – половинчатое государство, которое, безусловно, не самостоятельно? Притом, посмотрите, что получается. Ведь фактически это те же греки и тот самый Евросоюз, который не решил проблему Кипра, но при этом декларация о намерениях вступления Турции в Евросоюз существует. А интересно, что происходит с финансами на той половине Кипра? На турецком. Ну да. Понятно, Ян. Спасибо, что подняли вот эту геополитическую тему. У нас буквально полторы минуты в эфире. Но, в самом деле, если посмотреть на интересы, мы сейчас говорили только об интересах России, Кипр вообще не успеем, мы обговорить о своем стране, интересы Евросоюза. Евросоюзу же это выгодно было. Фактически они как бы лопнули еще один пузырь, сняли пену. Вот эти вот плохие деньги, они пойдут теперь в какие-то другие европейские юрисдикции. Они все в шоколаде. Еще и русских пограбят немножко. И русских пощипают. То есть Евросоюз чистую нас обыграл здесь, да? Ну как, это же все-таки... Еще раз напоминаю, слова редакторов европейских, там, это и Хандельсблат, и Милана Финанса, они говорят, ну это просто решение, подрывающее доверие. Что значит обыграл? А мы играли на их территории. Мы все это знали. Мы и про Исландию все знали, и про Кипр. Ну вот столько уже мы этих дефолтов всяких прошли. Ну что, сколько можно? Два слова буквально. Буквально, у нас осталось 40 секунд в эфире. Евросоюз это настолько, для нас не Господь Бог, это организация, которая научилась печатать деньги, не научилась спрашивать при этом у тех, кому она раздает эти деньги, каких-то обязательств. Поэтому, вот правда. Так что это вопрос к финансовой дисциплине Евросоюза. Это вопрос к тому, чего эти люди вообще строили. И зачем? Они строили для себя рынок. А доверие к Евросоюзу. Ну что ж, интересная получилась дискуссия. Я благодарю ее участников. Это председатель Совета директоров группы компании капитал-управления активами Сергей Михайлов, директор Института энергетической политики Владимир Милов. Моя соведущая сегодня Лиза Осетинская, главный редактор журнала Forbes Russia. Я ваш археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.